Ребята, я уже приехала на работу и хотела поделиться с вами полезной информацией. Совсем недавно от своей знакомой я узнала о платформе, которая называется Работа – это просто. Это агрегатор, похожий на Marketplace, где много разных объектов и рядом с домом, и крупных именитых компаний. В поисках работы многие сталкиваются с трудностями. Например, нет опыта работы, не подходит график, ищете подборку, но никак не можете найти подходящую для себя вакансию. У платформы Работа – это просто, а есть много преимуществ. Например, работа с официальным оформлением по трудовому договору и работа по договору ГПХ, самозанятости. В общем, на ваш выбор. Самое быстрое оформление благодаря электронному документатору. Трудоустройство происходит прямо на платформе. То есть вам не нужно ехать в отдел кадров, все происходит в онлайн-формате. Ну и, конечно же, вам не нужно будет выезжать из дома, чтобы устроиться на работу. На платформе Работа – это просто свободный график. Также есть вакансии для студентов, самостоятельное управление графиком через приложение. Ну, например, берешь смены сам, только когда хочешь. Есть возможность также работать сезонно. Работали в сезон, и в следующий сезон вы можете вернуться без лишних бумажных волокит. Кстати, для большинства проектов опыт работы совсем не обязателен. И я еще отметила, мне понравилось, что на этой платформе есть стопроцентная поддержка. То есть, если вам не подходит ваша вакансия, то вам помогут подобрать, может быть, новую отрасль или также новую вакансию. Все абсолютно законно и прозрачно. Работа – это просто, полностью несет ответственность перед сотрудниками. Никаких задержек по зарплате, ведь за это отвечает агрегатор, а не работодатель. Ну а в случае форс-мажора вы получаете оплату, а с работодателем разбирается уже платформа. Данная платформа подходит для всех возрастов от 16 до 65 лет. Но наверняка у каждого из вас есть родственник, который наверняка на пенсии, но еще ого-го и хочет поработать. Но работу найти достаточно сложно. Поэтому я считаю, что данная платформа «Работа – это просто» прямо для таких, как они. Работа – это просто, это вакансии по всей России. Поэтому переезд не страшен, вы всегда очень быстро сможете найти вакансию в любом городе. Еще очень здорово, что на этой платформе есть возможность тест-драйва. Вы можете попробовать себя на разных объектах, попробовать разные компании и должности, набраться опыта. Есть помощники-повар, официанты в крупнейших гостиницах, где обычно серьезный отбор. Работа на крупнейших производствах, заводах и так далее. Я думаю, что многих из вас заинтересовала уже эта платформа, поэтому скорее переходите по ссылке, которую я для вас оставляю внизу в описании под этим видео, а также в прикрепленном комментарии. Получайте бесплатный подбор вакансий или консультацию по стажировке. Ребята, всем доброе утро. Я еду домой в 8 утра время. А все потому, что у мужа сломалась машина, он заказал запчасти. Вот. И, в общем, я его отвожу утром на работу. Я отъезжу к 10. Ну, иногда я, кстати, вот вчера приехала к 8 и уже не уезжала домой. Вот. Поэтому я сейчас еду обратно домой. Кормлю детей. Собаку я не кормлю. Знаете, почему? Потому что вообще в 10 часов ей надо кушать. Я обычно готовлю, Вадюшка ее кормит. В общем, сегодня мы делаем прививку Грейсе. Вчера ей исполнилось 2 месяца. Неделю она была на карантине. Сейчас прививка, и она опять будет на карантине. Поэтому вчера я позвонила, записала к ветеринару. И он сказал, к 10 часам приезжать сегодня на прививку. Скорее всего, возьму детей с собой, потому что меня будет Грейсе, скорее всего, отвлекать. И чтобы этого не происходило, я попрошу детей, чтобы они поехали и сидели с ней сзади. Вот. Так что у нас уже большая собачка, целых 2 месяца. Что еще хотел сказать про Чарлика? Тысячи миллион комментариев я отвечаю, но на каждый комментарий я не могу ответить. Почему? Потому что одно и то же, одно и то же. Чарлик жив, Чарлик здоров. Все хочу записать, забываю вам рассказать про Чарлика. Чарлик живет на квартире по какой причине? По той причине, что он у нас парень старенький, ему уже 16 лет. Йорки, кстати, живут 14 лет. Но так как у нас Чаруща хорошо питается, папа его кормит, всегда кормил нежирной едой, я так понимаю. Ну, таким. То есть, вот все, что можно собачке. Не со стола все подряд, в общем, а исключительно там то, что нежирное, в общем, то, что можно. Вот. Поэтому Чаруся жив. Скоро я вам его покажу. Мы его привезем на дачу через неделю. Потому что сейчас у нас карантин у Грейси будет еще неделю. Вот. Но дело даже не в карантине и не в том, что мы купили новую собаку. Кстати, новую собаку мы не покупали. Еще отвечу. Чарлик – это собака моих родителей. Родители уехали в Америку и попросили нас взять собачку. Вот. Поэтому мы купили собаку себе, в нашу семью. Что еще? А, вот про Чарлика. Так как он уже старенький, он плохо слышит. Прям очень плохо слышит, очень плохо видит. Поэтому мы не перевозили его и не брали на дачу. У нас нет забора. И если он убежит, есть вероятность, что мы его не найдем. А там есть много бродячих собак, которые могут его растерзать, покусать, я не знаю. Какая-нибудь лиса или еще кто-то. Поэтому в целях безопасности наш Чарлик живет дома. Мы каждый день приезжаем, мы его кормим, мы с ним гуляем. Все у него отлично, мы его купаем. Поэтому не переживайте. Просто мы, когда приезжаем на квартиру, это все происходит очень быстро. Вот. Быстрее, 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 быстрее. Надо покормить, погулять, потом на работу. Потому что в основном я езжу с работы. Уезжаю там на полчаса, чтобы покормить собаку, погулять с собакой. Вот. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. А то уже и в Телеграм. И в Ютуб комментариях все пишут, спрашивают. Так что не переживайте, с Чарусей все хорошо. И еще раз отвечаю. Касаемо кота. Пишут, какие мы плохие, ужасные люди по отношению к животным. Кота нет, попугая нет, собаки нет. И они купили новое. Это неправда. Все, кто внимательно смотрит наши блоги, знают, что кот у нас убежал. Мы привезли его на дачу в прошлом году. Он жил, все было прекрасно. В прошлом, по-моему. Он жил на даче, в доме, гулял, возвращался. И в один прекрасный день он просто не вернулся. Вот, поэтому так получилось, что кошечку мы взяли с улицы, дети принесли нам с улицы. Вот. Что касаемо попугая. Попугай, кстати, года три назад есть блог, как мы его поймали на пруду. Нам стало его жалко. Мы его поехали ловить рыбу на пруд, летает попугай. И мы понимаем, что, ну, просто он умрет от голода, от холода и так далее. И мой муж и его друг минут сорок ловили попугая. В итоге поймали. И, значит, мы поехали, купили ему клетку, купили корм. И попугай жил у нас. Вот. Но так как мы начали строить дачу, постоянно надо было прямые уезжали с ночевкой. Чарлика, по-моему, еще не было. У нас, может, и было, я не помню. В общем, туда-сюда, туда-сюда. И мы могли оставаться. Попугая надо кормить, надо ему каждый день менять водичку. Прямо тут, прям вот, прям постоянно. И когда мы, по-моему, поехали в Абхазию, мы... У нас есть знакомая, у них маленькая девочка, Женечка. И я предложила им, я говорю, хотите... Они хотели купить птичку. Я говорю, хотите, мы вам подарим птичку, только нужно за ней ухаживать. Они сказали, да, почему бы нет. Я говорю, ну пусть она у вас поживет немного, а там посмотрите. Да, нет. И, в общем, они ее забрали, ухаживают за ней. Все прекрасно, все отлично. Как приду к ним в гости, я вам покажу. Все отлично с попугаем. Они, кстати, купили клетку побольше. Кормят, ухаживают, все отлично. С животными все нормально, кроме кота, который от нас сбежал. Не переживайте. Если я не показываю животных, это не значит, что с ними что-то не так. Выключаю камеру, пока вспоминаю, чтобы долго не тратить ваше время. Вчера я ездила, оплачивала профлист. Мы заказали еще одну партию профлиста. В общем, почти мы вот так закрыли сторону и заказали еще 30 листов. Это получается вот так и вот так. Сейчас приеду на дачу, вам покажу. Далее муж заказал, как они называются, металлопрофит, металл. Ну, вот эти вот столбы, в общем, которые надо варить. Их заказал. Профлист приедет в четверг, а металл можно хоть завтра забирать. Но он обычно ездил в машине, на своей возил. А машина сейчас сломалась. В общем, не знаю, как-то мы придумаем доставку. Или с кем-то из знакомых привезем. В общем, до четверга у нас еще есть время. Но в любом случае, в четверг привезут. Мы же не сразу его будем крутить, потому что нужно ставить столбы, заливать, еще сделать луночки и так далее. В общем, Валек большой молодец. Он потихонечку-потихонечку все это делает. Я уже приехала домой. И вот пришлось опять делать ступенечку. Потому что вот здесь вот очень низко. Но ничего страшного. Вот тут вот ровный забор идет. И вот здесь вот небольшая ступенечка. Этот лист был, смотрите, сверху. Ну ничего, потом будет дождь, его смоет. Грейси бегала тут, лапки такие. Вот. А в целом получилось вот так. Кстати, вот немножко промазали. Сорвался шуруповерт. И поцарапали. Но ничего, есть такая специальная замазка. Мы все замажем. Все исправим. Вот здесь Валек будет насыпать землю, я так понимаю. Чтобы не было никаких щелей. И крашу я вот так столбы. Вот по такому уровню. Чтобы когда он будет варить, чтобы не было краски. Вот. Уже натянул нитку. И участок у нас будет идти вон до того столба. В общем, вот столько еще работы. Предстоит купили профлист. Как раз вот до той части. И сейчас покажу. В общем, вот так вот так идет наш забор. Вот на ту сторону. Тут будут ворота. Сейчас покажу, где. Не помню, не говорила я вам, нет. Здесь, соответственно, будет калитка. А ворота будут примерно вот так вот идти. Вот так. И дальше вон туда. Ну, примерно до дерева. Вот. Будет идти забор. Вот на эту часть мы уже купили профлист. А еще мы поставили стол. Ну, помните, да, соседи нам отдавали стол. Такой вот старенький. Я его помыла. Постелила скатерть. И после обеда у нас здесь тенечек. Мы здесь обедаем, ужинаем, завтракаем в домике. Потому что жарко. Вот. А вообще я хотела этот стол перенести. Вот здесь вот разровнять. Либо здесь, либо вон там. Разровнять и поставить стол здесь. Потому что здесь тенек. Но, опять же, этот тенек будет только с утра. Вот, видите, тенечек. А после там 11-12 солнышко поднимается. И получается весь солнцепек здесь. Поэтому, вот, стоит он здесь, как бы, очень даже неплохо. Просто единственное, мы его подвинем поближе к домику. Вот сюда. И тенек будет часиков, наверное, с пол первого. Около часу. Вот. То есть мы завтракаем в доме. А потом уже обедать можно уже выходить на улицу. Когда сильная жара. Вот. Чтобы был небольшой тенек. Класс. И сейчас покажу вам. Мы хотели здесь сделать такую небольшую ступенечку. Но у нас был поддон. И посмотрите, как здорово получилось. Он прям встал. Идеально. Не помню, откуда у нас поддон. Откуда-то привезли. Надо водичку поменять сейчас. Пока ребятки еще спят. Поменять воду. Они ноги здесь моют. Вот. В общем, поддоны. Не надо думать ни про какие ступенечки. Хоп. Вот так вот. И по лесенке заходим. Вода. По поводу воды. Мы поменяли бассейн. Поменяли воду. Помыли бассейн с детьми. И сколько? Два дня, наверное, прошло. Что я делаю? Я у Кристины была на даче. И увидела средства. Она мне говорит, протестировала. Классное средство. Работает. В общем, залила. Прошло вот два дня. Не знаю. Вроде как там больше. Сколько там? 7-10 дней, что ли, кажется. И вода вроде как должна быть прозрачная. Все будет отлично. Он не будет деленеть. В общем, посмотрим. Средства вам сейчас покажу. Если кто не знает, кто не смотрел Кристинин влог, сейчас покажу средства. Оно в доме у меня находится. Детки искупаются. Утром они чистят вот этой вот сеточкой. Ну вот, видите, мухи. Вот какие-то тут вот мошки. Вот. Очищают, в принципе, вот сверху. И идеально. И я заметила, что после этого средства нет никаких водомерок, никакой вот живности. То есть, в принципе, средство работает. Вот два дня уже прошло, и никто там не плавает. Поэтому я думаю, что средство эффективное. Рекомендовать будем. Что мы еще сделали в домике? Закрыли стену. Немного неровно, но там будем как-то выравнивать. В общем, помните, здесь был вот так вот пенопласт. Балек все утеплил, закрыл пенопластом и закрыл листами. Вот. Но это все пока что временно. Почему? Потому что мы будем это снимать, и они будут штробить пенопласт. И вот в такой гофре будет проходить проводка. Вот. Поэтому уже лучше смотрится, да? Вот как там стены. Все закрыто, все уже становится похоже на кухню. И еще я привезла цветы. Мои цветочки разрослись. Посмотрите, какие большие. Вот. Что еще, что еще. Купили жалюзи. И хотела рассказать про жалюзи. В общем, белого цвета. Очень мне нравится. Плотная ткань. Мы покупали в магазине Стройландия. Вот такие жалюзи. Стоят они что-то в районе 750, по-моему, рублей. Но там разный размер. Мы взяли 60 на 160. Но это нужно все мерить. Здесь у нас 60 мы взяли, а здесь 50. В общем, вот это идеально подошло по размеру. А здесь нам не подошло. Знаете почему? Потому что нам нужно 55. А мы взяли 60. И в общем, нам соседи сказали, что их, оказывается, можно обрезать. Мы аккуратно разложили вчера вон на том столе, полностью раскрыли жалюзи, расчертили свальком сколько нам нужно, 55 см, 54, по-моему, сантиметра. И аккуратненько обрезали ножом. А вот эти металлические трубочки, вот эти, он обрезал болгаркой, обычной болгаркой. Все аккуратно и прекрасно смотрится, как по мне. То есть верхнюю трубочку он тоже обрезал и просто вставил. Оказывается, их можно резать, мы не знали. Вот, вам на заметку. А так ткань очень плотная, то есть когда утром здесь просто невозможно, здесь такое солнце с утра. И вот мне кажется, что вот здесь вот тоже можно немного обрезать. Вот, чтобы жалюзи были вот от этого, от этой полосочки, вот до этой полосочки. Видите, а здесь немного больше. И еще мы купили, сейчас вам покажу, вот такую штуку. Вот она. Это леска. Сейчас вам вот так покажу. Надо открыть. Света нет. Вот. Это вот такая специальная леска. В общем, если вы открываете шторку, ой, створку, вот так. Оп. Видите, жалюзи висят. А чтобы такого не было, вот эту специальную конструкцию прикручиваем туда. И получается всегда будут вот так вот жалюзи. То есть они не будут вот так висеть. Так вот примерно. И, в общем, мы купили на три окна, потому что у нас три окна открываются наверх. Но я подумала, что можно, в принципе, и на это, чтобы было все ровненько, на эти окна тоже сделать. Вот видите, оно же все равно висит. Вот туда-сюда. А это будет все идеально ровно. Вот. Обещаю вам, что на днях я помою окна. С той стороны вот дождик был, ливень, видите, прям пятна. Вот. В общем, вот такие обновочки. А эту жалюзи мы купили в нашу спальню. Потому что мы брали одну на пробу, посмотреть, подойдет, не подойдет. И вот съездили на выходных, купили еще одну. Комплект натяжения для мини-рулонной шторы. Стоит, по-моему, что-то 135 рублей. Или 155 рублей в районе такого. Тоже покупали в Стройландии. Ну, мне кажется, они есть и в ОБИ, и в других магазинах строительных. Вот. В общем, здесь леска, крепление. Все подробно можно посмотреть в интернете, как крепить. Ну, Валек посмотрел в магазине и понял, как делать. Грессушка, ты готова ехать на прививку, а? Гресса, готова. Готова ехать, прививку делать, да? Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Ты моя шладкая собака. Смотрите, как она подросла. Гресси, а еще Гресси, какая молодец. Писит на пеленочку, когда дома. Средство для бассейна. В общем, универсальное средство для очистки и обеззараживания воды плавательных бассейнов. Без цвета, запаха, без хлора, безопасно, без замены воды. Вот. Кому интересно, в общем, вот можете прочитать. И называется Экопром. Вот. Покупали на Валбересе. Там есть литровый и пятилитровый. Литровым, по-моему, можно только обрабатывать стены. А этим и обрабатывать стенки бассейна. Плюс, что еще, что еще. Дно, соответственно. И когда набираете воду, заливаете 100 миллилитров на кубический метр, что ли. Что-то такое. В общем, нам понадобилось на наш бассейн. Сейчас скажу, сколько. Один литр. 900 миллилитров. У нас там 9 тонн воды. Плюс-минус. В общем, один литр мы залили. И пока средство нам нравится. Ну, в принципе, жара, конечно, стоит. Но мы пока не понимаем, потому что прошло всего два дня. Вот. Так что, кому интересно, вот так выглядит баллончик. Как поживают мои помидоры, мой урожай? Отлично, ребята, я вам скажу. Мы уже кушали помидоры. Прекрасно, вкусно, отлично. Много их получилось. Грейси всегда со мной хвостиком бегает. Вот такой вариантик. Вот такой. Вот красная одна осталась. Но даже еще не красная, не совсем созрела. А так мы уже прекрасно штук 5, наверное, съели. А вот здесь, мне кажется, у него больше солнышка, что ли. Да, смотрите, какие крупные. Наливанные, крупные, класс. И завязываются новые помидорки. Вот они. На маленьком кусточке, который, помните, показывала вам, который должен был... Хотели мы, точнее, его выкинуть. Думали, что он не выживет. Нормально растут помидоры, отлично. Кабачки. Тоже хорошо себя чувствуют. Сидит здесь вот кузнечик. Вот. И у меня была большая стирка. И здесь тоже кабачки прижились. Сначала они все повяли, а сейчас отлично себя чувствуют. Вот это вот. Мы тоже думали, все погибнет. Но ничего. Вот такие вот кабачки. Будем скоро собирать урожай. Ну что, ребята, поздравляем нашу смелую девчонку Гресси. У нас еще есть паспорт у собаки. В общем, поздравляем. Мы сделали прививку. Она даже не пикнула. Все хорошо. Ушки нам почистили. Единственное, ушки были грязные. Сейчас, секунду. Вы нажали на цифру? Да. В общем, вот такая умничка Гресси. Боится всего. Здесь только запахов много. Да, Гресси? Большая молодец. Все хорошо. Температурку померили. Все отлично. Едем на дачу. И через 25 дней делаем ревакцинацию. Сейчас она у меня упадет. Какая тяжелая. А приливку еще одна. Смотрите, открывайте мне тогда дверь. Ага. Уходим. На поводке вообще не хочет ходить. В общем, надо ее приучать по дворе. Потихоньку одевать. Давать ей вкусняшки. В виде мяса пока что. Потому что сухие вот эти можно только с трех, по-моему, месяцев нам сказали. Но сейчас пока прививку сделали, лучше придерживаться того же меню, что мы ей давали. Вадим, открывай дверь. Мы Гресси тут постелили пеленочку. Опа. Гресси, иди к Ксюше, двигайся. Вот так вот. Раз. Так. Все, садись, Вадюш. Давай. Здесь же будем делать ревакцинацию. Нет, где место? А, там же. Где? Вот здесь вот делали. Мы заехали отметить первую прививку Гресси и заказали KFC. Да? Два месяца, так сказать. Два месяца, да. Вчера было. Сейчас возьмем прохладительные напитки. Что там мы еще взяли? Нет, не гранатовые мы взяли, мохито. Ты пробовал гранат? Мне не понравился. У Ксюш. С Ксюшей мы пробовали, нам не понравился. У меня мохито больше не нравится. Мы уже приехали. И сейчас будем в честь первой прививки и два месяца Гресси будем кушать KFC. Да? Всем, кто кушает, приятного аппетита. Да. Приятного аппетита. Все, Гресси прибежала уже. Все, здесь она бегает. А там прям ей страшно было. Да, давай. Поднимай. Поднимай. Жара такая. Вот такой вот коктейль вкусный. Мохито лайм, да, называется дочь? Он с киви, с лайма и сиропом. Да. Гресси, иди сюда ко мне. Гресси. Вот, вот это я понимаю, да? Вот это я понимаю, Гресси. В родных краях. Все узнаю. А на ужин у нас сегодня раки. По фирменному рецепту Валентина. Две ложки меда, да? На казанок. Две ложки меда, лаврушка, соль. Сколько на такой казан соля? Я кинул пять. Пять ложек. Сколько литров, не помнишь, казанья, не знаешь? Это, кстати, цвет Люба нам отдала казан. Спасибо большое, Любочка, если ты смотришь видео. И, кстати, мы перенесли. Вот здесь была бочка. Теперь она стоит вон там. И когда жгем мусор, не пахнет. Гресси, нельзя, там горячо, эй. Подождешь усы себе. Гресси, нельзя. Позови, иди сюда. Рядом, Гресси, рядом. Не надо, жалко. И так у нее сегодня стресс. Она у меня дрова ворует. Ты маленькая воришка, что ли? Гресси, смотри, сколько дров. Ты воришка? Дети купаются. Вода просто парное, молоко. На улице 30 градусов. Я им нарезала капусту, там ворющие. Да, сколько градусов? 29 градусов вода. Почти что-30. Капусту не мочи, вы поешьте, а потом купайтесь. Купили беруши. В уши покажи, Вадим. А еще где? Ой, у тебя от маски надо немножко расслабить, она сильно присасывается. И еще на нос зажим. Да, вот он зажим. У меня чуть темнее, у Ксюша чуть светлее. Ну да. А еще сейчас покажу. Родители нам купили вот такую штучку. Маску купили, да. Мы брали у Кирилла, Кириллу Маше дарила. Мы нашли такую маску в магазине. Правда. Цена у нее 550, по-моему, рублей. На валпище в районе 1000 они стоят. Смотрите, ребят, у нас вот тут есть шарик вот такой. Когда ты ныряешь, этот шарик поднимается. Он типа там внутри воздух. И он не дает воде туда залезть. Вот тут отверстие, а дальше он в пластике. Он не дает воде залиться. И можно нырять вместе с трубкой, а потом выныривать и дальше дышать. Да, да, да. Я вот так вот, Ксюша, потеряю вот эту грушу, она вот так тонет. Ты ныряешь, да? Да, я ныряю вместе. Она всегда тонет, а груша, кстати, не тонет. Да? Да, из-за пластика, наверное, то, что тут у затычки есть пластик, и поэтому она тонет. Наоборот, пластик не тонет. Нет, а там не пластик, там силикон. Ну да, да. Понятно. Все, спасибо за капусту. Пожалуйста. А я занимаюсь тем, что готовлю обед на завтра. Это будут, конечно же, щи. Сто лет мы их не ели, вы скажете, на улице жара, но это единственное блюдо из первого, которое едят практически все. Вот. Купили небольшой вело капусты, но все равно этого много. Я думаю, что можно будет ее потушить завтра. Вот у меня варится мясо, тут у меня варится мясо с косточкой для Грейси. Ой-ой-ой, вот это нифига себе. Слушайте, какая классная индукционная плита. Я ставлю, значит, бульон, наливаю воду, ставлю на девятку, и буквально за минуту, может быть, полторы начинает кипеть вода. И еще один плюс, если начинает закипать очень сильно бульон, я убавляю сразу на три, там, например, вот на пятерке стоит, убавляю там на тройку, да, или там на девятке убавляю на пятерку. Моментально перестает кипеть вода. Вот огромный плюс, наверное, индукции. Готово. Аромат, кстати, не чувствуется, потому что небольшой ветерок. Вот сюда. Ох, а здесь, да, моржи наши выходят. Давайте, давайте в душ переодеваться. Может, все не будем выходить? Ну да, давай, половину. И закроем крышкой. Дай покажу. Ох, как мы любим раков. Сколько мы встречались еще с Вальком, сколько мы в браке уже, и всегда мы едим раков, мы очень их любим. Да? Жалко, что цены, конечно, подлетели. Я помню, мы покупали по 350 рублей килограмм, помнишь, покупали? А сейчас стоит сколько? 1600 килограмм. Ох, конечно, супер. Сейчас выпьем по стаканчику пива с раками и будем собираться ложиться спать.